Уважаемые друзья рыболовы, раз снова приветствовать вас на зимней рыбалке Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Собратья рыболовы, всем морозный и трескучий привет с уральского хребта Сегодня я приготовил для вас очень много интересной и полезной информации, но обо всем по порядку Я бы не хотел, чтобы вы расценивали это видео как рекламу, потому что инициатором всего, о чем я сегодня буду вам рассказывать, являюсь я сам Несколько лет назад я усиленно искал информацию по безмотыльной ловле, пролистывал просто тонны видео на ютубе и нашел канал Александра Зайцева И на данный момент этот человек в моей голове является образцом мастерства по безмотыльной ловле Благодаря его видео у меня полностью поменялось отношение к безмотылке Я понял, что рыбалка на безмотылку это процесс творческий, процесс творения проводок, искусство вываживания рыбы В общем кайф от рыбалки вышел на значительно новый уровень В общем безмотыльщик это художник И как у любого художника есть кисть и краски А у нас с вами есть волшебная палочка, строжок и мормышка Так вот об этих снастях ручной работы я сегодня вам расскажу, покажу подробно и буду на все на это ловить А вам настоятельно рекомендую посетить канал Александра Зайцева Потому что это лучше один раз увидеть, чем я вам сто раз об этом расскажу Ссылка на канал Александра будет внизу под этим видео Также у Александра есть свой интернет-магазин безнасадки.ру Там вы сможете найти все представленные в этом видео старожки и мормышки Стратегия сегодняшней рыбалки очень простая Сейчас я уже закормил 11 лунок, попил чай И сейчас пойду на первый круг со своей самой мощной снастью Значит какая у меня снасть? Это удильник, старожок ласточкино крыло и черт плацвины Леску я буду использовать 0-121 Очень интересно мне испытать старожок ласточкино крыло В течение круга буду проверять как этот старожок будет работать на разных способах проводки Ну и одновременно делиться с вами своими мыслями Ну а сейчас позвольте мне крупным планом показать вам старожок и чертик, на который я сейчас буду ловить Когда я получил эти чертики, то был конечно очень сильно поражен Значит поражен был тем, что исполнение черта просто ювелирное Идеально ровное и аккуратное исполнение Краска наложена на отлично Отверстия под леску прочищены Старожок ласточкино крыло Очень такой ящный старожок То есть он очень тоненький Сделан вручную Имеет значит на своем теле два пропускных колечка И силиконовый коннектор Ушко у этого старожка загнуто немного кверху Поэтому леска получается на старожке проходит ровно поверх его тела В общем о снасти, с которой я сейчас пойду на первый круг я вам рассказал Ну а теперь собственно говоря практика Рыбка первая попалась Окунек наверное Окунечек попал На чертик уловочка Небольшой Вот он, вот он, вот он Вот это хорошая рыбка попала Вот она Вот она Тянет хорошо Хорошо тянет Бьется Ух ты Вот ребята Первый результат Работал Чертик уловочка Ласточки на крыло И подлещик Грамм наверно на 600 точно Как давнул жестко Четко вообще Отлично Просто великолепно Опа Еле-еле Чуть-чуть-чуть Все-таки Выдраконил Хорошо Идет Отличная Рыбка Лисичек Травит Лисичку Травит Ух ты Бух ты Давай 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 Рыбка Так Ха-ха-ха Ха-ха-ха Ну вот опять Все-таки Выдраконил я его Я вижу Он ходит Вверх Вверх Вниз Не хочет Думаю Ладно Вот начал экспериментировать с трясом И на такой Срок С очень ровной амплитудой Быстрый тряс Все-таки Соблазнился Рыбка Прям чудесная Отличная Отличная Вообще Отличная 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 И Аккуратно 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 И Ух ты Такой сегодня я так вообще рад такая хорошая рыбка клюет прям реально обкатываю новых чертиков и сторожки, шик, круть опа у дна клюнул окунёк мормуша налопался, недоволен тут быстро лунки замерзают мах первый круг с ласточкиным крылом и чертиком уловочка у нас полностью пройден смог я поймать пять рыбок, значит какие мои ощущения по поводу сторожка во-первых, сторожок чуткий, был один момент, когда подлещик клюнул прям совсем на грани интуиции но сторожок тем не менее, всё-таки показал эту поклёвку очень хорошо сторожок задаёт плавный кач значит, я знаю то, что многие рыболовы подгибают сторожки то есть, выгибают их, чтобы они смотрели немного кверху чтобы делать ещё более такой крутой плавный кач чертей но я сторожок этот подгибать не стал потому что у меня здесь идёт упор не только на белую рыбу, но и на окуня если сторожок оставить в том состоянии, в котором он есть то сторожок неплохо задаёт высокочастотную игру с большой, средней и даже с малой амплитудой также ласточка хорошо задаёт медленный кач с очень маленькой амплитудой то есть, буквально по миллиметрам ты поднимаешь чертика и в некоторых случаях эта проводка, она действительно бывает работает по поводу чертика, ну мне очень сильно понравилось, конечно черт такой цепкий, что прям, ну он реально прилипает к пальцам по крайней мере, это я точно уже испытал значит, ловил на чертика вот такого но ловил я не на голого чертика, конечно, а ловил с подсадкой резинового шарика такого под икринку у нас, по крайней мере, такие подсадки очень хорошо работают сейчас надо будет немного попить чайку, погреться и на следующий круг я возьму уже другую снасть другая снасть, это удильник с более длинным хлыстиком сторожок из рентгеновской пленки и гвоздешарик у ловочка вот так выглядит мой удильник под короткий сторожок из рентгеновской пленки здесь у меня идет гвоздешарик, у ловочка сторожок в данном случае идет гнутый, размер М сторожок очень качественный, сделанный вручную от начала до конца тут даже коннекторы идут специальные литые дырочки на этом сторожке идут овальные для того, чтобы леска более хорошо облегала сторожок ну и гвоздешарик у ловочка это, конечно, вообще произведение искусства очень ровный, очень аккуратный отличное покрытие, отличный ход самого шарика на мормышке ну и сейчас попробуем посмотреть, откликнется ли рыба на высокочастотную игру, на долбежку по голове посмотрим, проверим значит, почему у меня у удильника такой хлыст достаточно длинный потому что я не люблю сидеть близко от лунки опускать удилище, грубо говоря, между ног я люблю сидеть с прямой спиной и нормально ловить в том месте, где я сейчас рыбачу, нередко бывает попадает хорошая рыба поэтому спрыгивать с ящика лучше тогда, когда ящик стоит не вплотную к лунке опа загнул и кунек, похоже, попал да, кунек, ну вот с первой проводки на гвозди шарик в ловочку как хорошо клюнул отлично при переходе с лунки на лунку гвозди шарик надо продавать особенно, когда рыбачите в мороз иначе просто-напросто шарик обмерзает и перестает уже работать опа у самого дна ткнул чуть-чуть вели-вели начал приподнимать окунек да окунек давай видни ух ты 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 тянет как лесочкой на ради забирает 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 леску это кто дяденька дяденька по крупней или окунь генерал ну-ка ух ты ух ты окунь вот так окушок вот такой ребят хороший красивый на гвозди шарик уловочка клюнул на быстрый тряс вот такой класс но это судя по всему самец самочки они обычно такие знаете пузатые вот этот самец этого я возьму окунька с собой вот он усоводная окуньк ткнул окуньочек оп еще один тоже так же как изначально хорошо тянет как изначально хорошо тянет опа чуть покрупнее а ну какой класс люди как солнышко красиво светит о веточек пробивается морозно сегодня конечно руки подмерзает в благо что хоть рыбку поклевывает вот он окуньок окуньочек маленький ну что ж второй круг завершился поймала немножко окуньков один из них был зачетным в общем мне очень понравилась работа старышка изогнутого из рентгеновской пленки значит можно задавать им разный тряс высокочастотный высокочастотный с большой амплитудой также можно просто по миллиметрам буквально по чуть-чуть поднимать небесно-голубой цвет старышка и красный кончик на фоне темной лунки вообще прям отлично видно ну соответственно на фоне белого снега тем более еще хотел сказать то что у нас сегодня конкретный такой дубак мягко говоря пальцы коченеют мерзнут а старожок работает вот как он работал в комнатной температуре а так он и здесь работает то есть он вообще не мерзнет ну а сейчас я наверное попью немного чайку и пойду на третий круг на третий круг хочу снова пойти с чертиком потому что что-то мне подсказывает что может быть к вечерке подойдет рыба покрупнее хотя кто его знает ребята я сейчас поставил только черта опустил его на дно у меня сразу приподняло я подсёк и все потянуло вниз и оторвало все к черту матери я даже ничего сделать не успел у меня просто перчатки были на руках и пока белая рука тянулась в камере тут все сразу и все е-мое вот так так да ладно привяжем другого чертика ну что с горем пополам перевязался сейчас надену маленькую икринку опа ну вот такой вот такая вот снасть вот он там а куда 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 кто ж это ёлки палки о йой о йой о йой кому что это генерал да ну нафиг е-мое 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 сошел е-мое вроде нормальная резка тут ничего не травмировано кунек клюнул мелкий и и и Опа! Заплаточка. Ух ты! Застрелывает! опа окунёк придавил тут видимо на лукер скопление окуньков стайка все выглядит на каждой проводке ребят сорога попала на черта вот так хорошая ну вот и все ну что друзья уже конкретно так завечерело поймал я сегодня немножко рыбки было конечно два очень обидных момента когда по-настоящему хорошая рыба ушла первая оторвала вторая сорвалась мне очень понравилась работа гвозди шарика уловка прям вообще очень четко работал так с первой буквально проводки как только опустил мормушку воду сразу же клюнул небольшой окунёк ну и потом еще поклевала так рыбка то есть я походил посмотрел понял то что рыбка все-таки присутствует понравились чертики чертики реально ловчие то есть как бы попался соседи нам и окунёк и сорожка попалась и подлещики и еще вон какие рыбы клевали но к сожалению не судьба их было вытащить понравилось то как сторожок ласточки на крыло отрабатывает поклевки то есть поклевки бывают такие знаете на уровне интуиции и все равно сторожок их фиксирует очень понравилось как работал рентген сторожок совершенно не замерзает выдает очень четкий тряс ну а сейчас разрешите мне показать вам свой улов поймал я как бы немного рыбы но все равно клюнул мне сегодня вот такой хороший окунёк сторожечка расшипирилась ну и теннисные ракетки ну такие вот можно в пинг-понг играть в общем вся рыба была поймана на безмотылку на гвозди шарик и на чертик не забывайте зайти на канал к александру зайцеву у него там тоже очень много разных интересных видео по безмотылке но у меня на этом все пора мне собираться домой увидимся с вами в следующих видео